Всем привет, меня зовут Нина Заславская. За этот год я разобрала очень много работ и выявила основные 4 ошибки, которые из раза в раз повторяются. Досмотрите этот ролик до конца, чтобы понять, какие 4 ошибки нужно убрать, чтобы вывести свои работы в топ. Итак, первая работа. Перед нами калаш, и как обычно, хочу обратить ваше внимание на фон позади клиента. Мы видим, что он пестрый и отвлекает внимание от основной работы. Поэтому еще раз настоятельно рекомендую вам, фотографируйте клиента на каком-то однотонном фоне. Это может быть какой-то фон, заказанный на Яндекс.Маркете или Озоне, либо же однотонный фон вашей стены. Но самое главное, чтобы никакие посторонние предметы туда не влезали, иначе это смотрится немножко некрасиво и отвлекает внимание клиента. Ну а касательно по работе, мы видим, что здесь присутствует покраснение. И, как мы видим, если посмотреть на фото до, здесь было перекрытие. Конечно, можно было бы подудалить и подстрелять, потому что, судя по пигменту, брови были сделаны органическими пигментами, и они так посерели. Это сразу можно заметить, какая основа была у пигмента, судя по остатку. Если остаток такой серый, плотный, пластилиновый, то это была органика. И, конечно, со временем все равно брови, как бы вы ни старались, не перекрывали, будут плотные пластилиновые, будут уходить в серость и такую ненатуральность. Поэтому, конечно, советую вам обновлять цвет, там, по прошествию времени, и делать цветокоррекцию. Если вы работаете органическими пигментами, сразу клиентов настраиваете на то, что нужно будет сделать цветокоррекцию, там, спустя год или полтора, перед процедурой обновления. Ну и технически вообще брови сделаны неплохо, достаточно хорошо. Виден градиент. Самое главное, мастер не переборщил вот эти начала, но бровки покраснели. Скорее всего, здесь два варианта. Либо такая очень чувствительная кожа, потому что девочка-блондинка, склонна к покраснениям, и у такого типажа клиентов очень часто краснеют брови после процедуры. Поэтому, если вы выбираете какую-то модель на показательный мастер-класс, или выступаете, советую вам брать более смуглую девочку с такой плотной кожей. Ну и второй вариант. Мастер проработал травматично, из-за этого брови покраснели. Кстати, чтобы избежать покраснения после процедуры, можете воспользоваться сосудосуживающими капельками для глаз. Не раз, кстати, говорила про них в своих видео. Это акуметил, либо же можете даже использовать нафтезин. Он тоже прекрасно справится. Капайте на бровки на 5 минут под пленку, и краснота уходит, как не бывало. Ну а мы переходим к следующей работе. И здесь тоже достаточно хорошая и легкая работа. Просто фотография не очень так хорошо сделана, не с правильного ракурса, не дотерт лоб. Мы видим, что вот здесь присутствует такое пятно пигмента. Конечно, на это тоже обращайте внимание, чтобы у вас красиво все собиралось, красивый контент в ленту. Относительно работы не хватает вот здесь прям яркости. На бровях, на пудровых бровках самое яркое место – это нижняя линия апекса. То есть как раз-таки вот здесь мастер должен был еще больше сконцентрировать в своем внимании и проработать это место как более акцентным. И тогда бровка бы подсобралась, и она была более такой градиентной, обтекаемой и трендовой. Ну и также относительно пикселей поверху. Мы всегда анализируем нижнюю границу и верхнюю границу. И вот наверху не хватает такой пиксельности и легкости. Чтобы сделать пиксельность, многие мастера ломают голову, как добиться этих точечек красивой пудры. Потому что здесь тоже очень тонкая грань. Если ты будешь очень сильно махать, можно засадить, и точки будут синими и серыми по заживлению. Конечно же, никакой клиент не хочет, чтобы у него брови зажили точками. Эти точки, пудровость, нужны больше для мастера, чтобы показать в социальных сетях свое мастерство. И чтобы добиться красивой легкой пудры, чтобы самое главное, она заживала потом красивой пудрой, а не синими точками, вы прорабатываете очень поверхностно, натягиваете локально кожу. И такими длинными штрихами в технике елочки, длинный штрих примерно по сантиметру, вы прорабатываете вот таким образом вверх. И тогда у вас получается красивый, пиксельный, такой нечеткий верх. Самое главное, никаких вот таких горизонтальных штрихов я вам не советую делать, иначе вы опять законтурите брови клиента. Ну а мы переходим к третьей работе, и тоже очень хорошая, достойная работа. Но опять же, я обращу ваше внимание на фотографию, на некрасивую простынь, которая прям выбивается на какие-то лишние предметы. Хотя работа хорошая, девушка красивая, и мастер, вижу, что старался с фотографией, но немножечко не дожала. Вот немножко еще проработать фон, свои фотографии, подачу будет просто шикарно. Но и покраснение я уже сказала вам, чем убирать. Вот это вначале немножко краснота тоже присутствует. Относительно работы я бы добавила немножко на кончик, потому что вся форма очень хорошая и красивая, но кончик резко уходит вот в такой очень тонкий театральный треугольник. Поэтому можно бы было немного пудровости добавить еще по верхнему краю кончика. Ну что ж, а у нас следующая работа, и тоже очень хорошая, красиво сфотканная. Вот здесь мы видим, что мастер старался выбрать кадр, и достаточно хорошо получилось. Относительно работы не хватает легкости, пудровости по верхнему краю. То есть, чтобы добиться пудровости, давайте подытожим, мы работаем елочкой и длинным вот таким штрихом. Чем длиннее ваш штрих, тем пиксели дальше друг от друга располагаются, то есть бровь выглядит более воздушной и пудровой. И вот как раз-таки на следующей работе тоже такая же ошибка. Здесь нет пиксельности, бровка выглядит такая больше замыленная, хотя градиент присутствует. И градиент, кстати, распределен очень хорошо. Но хочется легкости, воздушности. И чтобы ее добиться, мы не работаем мелким штрихом внутри кожи. Мы все-таки выходим из кожи и как будто перышком машем, слегка дотрагиваясь до кожи. Это должно происходить очень поверхностно, чтобы вы не засаживали. И запомните, яркости мы добиваемся только путем наслоения наших штрихов. Ни в коем случае не заглубляем, не засаживаем и вот таким штрешочком не работаем. Такой штрих приемлем по нижней границе брови, но поверху мы расслабленно работаем и длинным штрешочком. Ну что ж, мы перешли уже к следующей фотографии. И посмотрите, какой классный коллаж. Мастер заморочился, прям очень похвально, мне очень нравится. И блесточки присутствуют прям по-новогоднему. Все как нужно. Всегда отслеживайте тренды. И очень классно, когда вы соответствуете определенному временному периоду. Вот, например, сейчас новогодний период. Классно делать какой-то новогодний контент, потому что он набирает больше просмотров, собирает больше лайков и выходит в топ. Поэтому мастер умничка относительно работы. Мне тоже все очень нравится. Самая такая яркая ошибка, которая мне бросилась в глаза, это немножко уведен угол апекс. То есть его нужно было прям пораньше увести. То есть получился такой короткий хвост, посмотрите. И он умещается в тело брови больше двух с половиной раз. Это не есть хорошо, потому что очень длинное тело визуально выглядит. И в идеале апекс немножко переместить, уголочек был бы побольше и апекс был бы на том месте. Но и также не советую вам очень сильно расширять бровки. Понятно, что это все уйдет при заживлении, бровки сузятся, но клиенту может быть немного некомфортно сразу после процедуры, тем более если он делает татуаж первый раз. Поэтому даже если клиент настаивает на широких бровях, я всегда делаю чуть потоньше, чтобы была возможность, если что, добавить и сделать пошире. Вообще сейчас, наконец-то, уже даже в этом году и следующий год нам предстоит новых трендов 100%. И сейчас тренд естественности, он как можно больше прогрессирует с каждым днем. И именно сейчас не ценятся вот такие брови колбасы огромные, да, которые очень сильно утяжеляют лицо. Сейчас ценится естественность, как я уже сказала, поэтому не борщим, сильно не расширяем, делаем очень все легко и прозрачно. Еще одна фотография. Ну смотрите, такие фотографии больше, наверное, для личного архива. Конечно, если вы будете составлять красивый контент и планировать свою ленту, не советую вам выкладывать именно вот такие фото. Даже я в своей ленте не выкладываю все-все-все свои работы, которые я делаю и прорабатываю с клиентами. Все мои работы в ленте сделаны специально. Я беру каких-то моделей, беру их бесплатно, беру красивых девочек модельной внешности, чтобы в ленте у меня смотрелось сочно и вкусно. Поэтому вам советую заняться тем же. Ну а пока разберем эту работу. Смотрите, для данного лица очень высоко посажены брови. Они прям взмыли вверх, поэтому я бы сделала немножко полегче, да. Не нужно делать такие прям яркие углы, делать ее какой-то суровой. Наоборот, хочется открыть взгляд и сделать более мягкую такую неутяжеляющую форму. Ну и опять же, по верхнему краю хочется более прозрачной легкости, да. Хочется начало более прозрачное. Как делать головки бровей, кстати, можете перейти по ссылочке и посмотреть в этом видео. Я очень подробно там рассказываю, как сделать так, чтобы не было у вас вот такого четкого визуального края. И очень часто бывает вот такая проблема у мастеров, что вроде делают головку и пытаются ее сделать очень прозрачно, но все равно не получается, потому что мастер себе в голове ставит какие-то визуальные границы, за которые боится выступить, и все равно получается четкий край. Ну, в общем, посмотрите видео, как правильно делать головки. Ну, а мы переходим к следующей работе. Посмотрите, какая сложная работа, какой очень сложный исходник. Прям брови запятые. На таких бровях безумно тяжело работать, потому что мы знаем, там, где есть волоски, по заживлению смотрятся всегда ярче, там, где нет волосков, смотрятся светлее. И с такими бровями прям нужно прорабатывать и знать эти моменты. Вот, например, при построении формы и распределении пигмента, да, у нас волоски должны вписаться в новую форму, обязательно оказаться внутри. И мы прорабатываем именно те моменты, где у нас нет волосков более досконально. То есть вот здесь вот прорабатываем, да, чтобы как раз-таки перетянуть акцент от головки брови на апекс, потому что здесь должно быть самое акцентное место. Конечно же, нам надо проработать верхнюю границу, уголочек прокрасить хорошенько, ну и потом уже сделать полупрозрачную головку, потому что на головке как раз-таки находится основной пушок волосковый, и его мы прорабатываем полупрозрачно, в отличие от тех мест, где нет этого пушка. Ну и, конечно, сильно не расширяем. Мастер классно, хорошо подобрал форму, сделал потрясающую прозрачную красивую пудру, пиксель к пикселю. Кстати, вот эта техника елочка, получается у этого мастера просто шикарно, прям хочу похвалить. Единственное, что бы я добавила, это проработала бы еще чуть-чуть поплотнее вот эту зону, именно из-за того, что здесь отсутствует свой волосяной покров, да, вот посмотрите, мы немножко подштриховываем, и у нас уже акцент перемещается на эту часть. То есть хочется немного визуально вытянуть и открыть глазки, потому что брови свои, к сожалению, такого позволить не могут. А у нас следующая работа на возрастной коже, и у вас очень часто возникают вопросы, именно как работать с возрастной кожей, есть ли какие-то особенности. Смотрите, с возрастом у нас истончается кожный покров, и кожа становится тонкая, в ней мало подкожно-жировой клетчатки, кожа такая очень хрупкая, как пергамент, и на такой коже очень легко засадить пигмент, поэтому на ней надо работать очень легко, прям буквально порхать в воздухе. На такой коже мы сильно не машем, не делаем длинных каких-то штрихов, потому что тоже больше вероятность при таком подходе засадить пигмент. Также при работе с возрастной кожей советую вам брать диаметр иголочки 0,25 мм, чуть потоньше, как я уже сказала, повторюсь, сильно не махать, и работать очень-очень поверхностно. Также стоит отдать предпочтение более светлым и легким оттенкам, не борчить, не перетемнять, и вот как раз касательно этой работы мы видим, что бровки получились серые. Возможно, и у меня тоже такое частенько бывает, когда клиент просит именно серые брови сделать, особенно если обратить внимание на седые волосы данной клиентки. Но если вы проработаете серым пигментом, и плюс он еще органический, нужно иметь в виду, что при заживлении это выглядеть будет еще серее, а спустя 3-4 месяца это будет еще серее, а спустя год еще и еще серее, а скорее всего даже голубее. Поэтому это нужно все рассказывать клиенту, что будет с его бровями, чтобы у вас не было никаких потом неприятных историй через год, почему у меня синие брови. Поэтому изначально, даже если бровки выглядят слегка коричневатыми, они со временем холоднеют. Ну, относительно цвета и пигмента я уже высказала свое мнение. Также хочу похвалить мастера, потому что форма очень лаконичная, плавная, нежная, буквально подходит этому клиенту. И на возрастных клиентах не нужно делать какую-то широкую форму, там с сильными такими выраженными углами, как-то грубить лицо. Нужно делать очень такую мягкую форму и ненавязчивую полупрозрачный цвет выбирать, и так далее. И также еще хочу подметить, что мастер воспользовался корректором и тонкой кисточкой. Как я показываю во всех своих видео, после процедуры нужно красиво все преподнести, сфотографировать. Поэтому посмотрите, нижняя граница бровки прочерчена очень аккуратненько корректором. Причем, я думаю, многие этого бы даже не заметили, но я-то своим профессиональным взглядом, который всегда увидит этот корректор, сразу подметила. Смотрится просто очень классно, контрастно и на фотке выделяется. И причем нижняя граница с верхней очень сильно отличается и выглядит контрастно. Ну что ж, и последняя работа достаточно неплохая, но есть свои нюансы, которые я бы подправила. Это, например, съевшийся уголок, вот прям не читается он. Здесь хотелось бы проработать елочкой, пудрой, да, не хватает. Бровка вроде есть, но она такая больше замыленная, нет конкретной структуры брови. Вот нижняя там граница четкая, верхняя легкая, как-то такая более плавающая, что ли, форма получилась. Поэтому хотелось бы законченного такого вида немножко доработать, по верхней границе пройтись, вот этой пудрочкой, да, елочкой. И также не дочерчивать, я бы посоветовала, нижнюю границу до самого начала, до самой переносицы. Потому что, когда линия прочерчена, она очень грубит взгляд. Плюс учитывайте то, что когда заживает, все очень сильно бледнеет, насколько мы знаем. И вот эта часть, соответственно, больше всего уйдет, потому что она совсем у вас полупрозрачная. А нижняя часть, вот этот клювик яркий, он останется. И у вас получится при заживлении очень сильный такой большой скос. И это очень сильно грубит взгляд и смотрится некрасиво. Поэтому, пожалуйста, дорабатывайте вот этот момент и не делайте такую яркую нижнюю линию. Ну что ж, а теперь итоги. На протяжении этого года я постоянно разбирала ваши работы и сделала выводы, что ошибки в основном повторяются. И ошибки одни и те же. И стоит лишь их проработать, ваши работы просто выйдут в топ и станут на уровень, а может быть даже и на два выше. Давайте подытожим какие-то ошибки. И я надеюсь, вы меня услышите. Обязательно проработайте их в следующем году и отправите мне свои новые работы на разбор. Итак, первая ошибка. Это доведение нижней линии брови до самого начала переносицы. Не нужно делать очень плотную, четкую и яркую линию. Эта линия должна у вас рассеиваться и растворяться примерно за полтора сантиметра до окончания, до начала бровок. Второй момент. Неправильно подобранный цвет пигмента. Третий пункт. Градиент и пиксельность. И это тоже практически в каждой работе присутствует. И в каждой работе в меньшей или большей степени. Поэтому хочется, чтобы вы различали штрих, каким вы прорабатываете нижнюю границу, более четким, внутрикожным и мелким, и верхнюю границу, более разреженным и длинным. Но если все же у вас возникают трудности, вы до сих пор не можете разобраться, у меня на канале отснято более 10 уроков по пудровым бровям. Там есть и полные процедуры мастер-класса от и до, и, конечно, мастер-классы с более локальным разбором конкретного штриха и зоны. Поэтому, пожалуйста, пользуйтесь и смотрите. Ну и четвертый пункт, и он немаловажный, он очень важный, я бы сказала. Это фотография и выбор правильного ракурса. Также ретуширование своих фотографий. И этот пункт продает вас как мастера, поэтому над ним нужно обязательно проработать. А. Изменить фон, на котором вы фотографируете клиента. Б. Ретушировать качественно, не замыливать кожу, чтобы это было сфоткано с красивым, хорошим освещением. Также вы можете воспользоваться услугами ретушера, что я вам очень советую. И даже можно эту сумму закладывать сразу в процедуру и поднять чуть-чуть свой прайс в новом году. Также еще один момент исходник, который вы фотографируете. То есть классно, когда вы кожу подготавливаете к фотографии, а не фоткайте сразу тяп-ляп, да, потом выбираете и не можете найти красивый кадр. То есть можно воспользоваться корректорами, которыми вы подкрастьте нижнюю границу, воспользоваться капельками сосудосуживающими, про которые я говорила ранее в начале ролика, чтобы убрать покраснение. В общем, привести клиентку в красивый вид для фотографии. Ну и, конечно, эти пункты все очень важны, но самый важный пункт – это устройство, на которое вы фотографируете. Если у вас, допустим, не очень качественная камера, вы, конечно, можете попробовать фотографировать на макролинзу, но если все же качество кадров вас не устраивает, я, конечно, советую вам приобрести новые устройства. Например, можно рассмотреть даже iPhone 11. Он делает прекрасные красивые кадры, не замыливает, фоткает четко, поэтому можете сделать себе подарок на Новый год в качестве нового смартфона и красивого контента будущего. Ну а мы увидимся с вами совсем скоро в моем новогоднем поздравлении, которое я выложу через несколько дней. С наступающим вас Новым годом! Пока-пока!